Приветствую, дорогие и уважаемые друзья, знакомые, а также те, кто впервые открыл для себя этот канал. Признаться, я и сам впервые открываю этот канал, в котором планирую рассказывать о детско-юношеском футболе в Германии. Друзья, много ли об этом знаете? Лично я из всех исследований по интернету смог для себя выяснить самую малость. Первое, что в Германии налажена хорошая скаутская работа среди детских футбольных клубов. Поэтому даже в самой глухой деревушке талантливый парень не останется без внимания. И второе, в профессиональный детский клуб в Германии не очень-то и легко попасть. В силу того, что футбол в этой стране любят и множество ребят занимаются им. Оттого такая серьезная и большая конкуренция. Но из-за того, что мы переезжаем в Германию, у моих ребят появится возможность непосредственно получить этот опыт о детском-юношеском футболе в Германии. И вот именно об этом опыте поступательно я надеюсь с вами, уважаемые, честно делиться. Не скрывая ни слабых, ни сильных сторон, что встретятся на пути моих ребят в немецком футболе. Теперь непосредственно о героях канала. Эдик. 8 лет, 2014 год рождения. С 6 лет занимался в частном клубе в Калининградской области в городе Светлом, ДФК Светлый. После чего был принят в футбольную академию города Калининград, Балтика, где вплоть до отъезда в Германию и прозанимался чуть более полтора года. Эдик у нас не сказать, чтобы был лучший в своем возрасте, но именно среди лучших ребят своего возраста провел время в академии. Но он довольно еще маленький и у него все впереди. Саша, 11 лет, 2011 год рождения. Он у нас футболом пошел заниматься позже всех, в 9 лет, вместе с Эдиком в ДФК Светлый. Прозанимавшись год, так же как и Эдик, прошел просмотр в академии Балтика, где тренировался до самого отъезда чуть более полтора года, застолбив себе место во втором составе. Мой старший сын, Самуил, 2009 год рождения. Через полтора месяца ему будет уже 14 лет. Это уже практически юноша, именно с него в нашей семье началась эпопея с футболом. Благодаря братьям моей жены, своим родным дядькам, они его старше лет на 8-9, мяч начал пинать по двору еще в дошкольном возрасте. Когда пошел в школу, в первый класс, как раз в Петловском городском округе, среди первоклассников, проводился турнир по футболу. Откуда Сэм пришел с медалью и подарком, как лучший игрок турнира. Ему подарили футбольный мяч. Также он принес с собой номер телефона тренера местной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва города Светлого. Планы у нас тогда были другие относительно Сэма. Футбол совершенно был далек, поэтому мы Самуила так на футбол и не отправили в тот год. Но все же мягкий и настойчивый натиск в течение года со стороны, в первую очередь, самого Самуила, а потом и тренера, чей номер он нам принес, а также учителя по физкультуре, все-таки убедил нас отдать парня заниматься футболом. И то только через год. Итак, Сэм во втором классе, в 8 лет, начал заниматься в детско-юношеской школе города Светлого. Откуда через три года, я уже сам заинтересовавшись футболом, став его болельщиком, повез моего сына на просмотр в Академию города Калининграда Балтика. Прежде его приняли в платную группу, но буквально через месяц Самуил был переведен в основную команду Академии 2009 года рождения, где он прозанимался два года. Спустя два года у меня с его тренером обнаружилось отсутствие некоторого взаимопонимания на тренировочный процесс. И я предложил Сэму попробовать себя в другом, не менее профессиональном клубе нашего города Калининграда, это Шор 5, где уже Самуил оставшиеся полгода до отъезда и прозанимался. В основном в составе 2009 года рождения Шор 5 и числится до сих пор. Что касается Сэма, игра у него довольно обманчива. То он, кажется, играет неплохо, то начинает явно проседать. Это скорее связано с психологией парня, но у него из троих на сегодняшний день самое большое рвение относительно футбола. Да и я, как думаю, он пока более в этом успешен. Из России мы выехали 11 февраля 2023 года, неделю назад. В Германию поехали как потомки тех немцев, что переселялись в Россию, еще при императрице Екатерине II. Эта программа предусматривает прежде всего двухнедельный карантин в отеле, связанный с ковидом. Вроде в Германии уже карантин отменили, а вот для тех, кто приезжает по этой программе, этот карантин продолжается. Вот здесь вот вы видите теннисный корт этого отеля, где ребята могут немножко позаниматься. Один час в день нам выделяют на всю семью весь этот корт, и мы взяли с собой фишки. Кстати, купили мячик Adidas за 100 злотых в Польше, пока ехали по дороге. И вот они занимаются. Также есть футбольное поле, вокруг которого коровы. Но правила строгие. За забор нельзя попасть мячом, потому что нельзя за забор выходить никуда, потому что у нас карантин. Ну, в общем, ребята занимаются, тренируются, поддерживают форму. Через неделю мы поедем в город Фридланд, где нам предложат 2-3 земли Германии на выбор. Наши ребята-футболисты, мы хотели бы, конечно, попасть в одну из земель, где есть Бундеслига. Но ситуация такова, что очень много беженцев сейчас находится в Германии, и очень тяжело с жильем. Поэтому куда мы все-таки попадем, где сядем, на какой земле, остается большим вопросом. Но уже в следующем выпуске, надеюсь, я вам об этом поведаю. А вот здесь вашему вниманию хочу показать последний дворовый матч, который мы провели буквально за день до отъезда. Это мы собрались с нашими родственниками, знакомыми. И вот поиграть в футбол. Кстати, вот здесь участвуют те самые братья моей жены, дядьки моих ребят, которые заразились Самуила футболом. Вот Марк в голубой куртке и Филипп с красным капюшоном бегает. Вот эти ребята уже прошли армию, никогда футболом не занимались, но любят футбол. Вот Эдик пытался на ворота подать пас, у него не получилось. Вот Саша выбегает, пошел, пошел, пошел. В общем, приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то вопросы относительно наших передвижений и наших планов и футбола в Германии, пишите в комментариях. Также делитесь нашим каналом. Сделаю ссылку на Инстаграм, где буду выкладывать фотографии и где уже есть старые фотографии моих футболистов. Всем всего доброго, мира, благополучия. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Будьте здоровы! 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok